В этом видео мы посмотрим, как вернуть статус заявления с портала АЭС соцпортала. Сначала мы на портал зашли, по известному адресу ввели логин и пароль. Слева видим меню. Все заявления, которые были поданы с госуслуги, находятся во вкладке «Принято от госуслуги.ру». Заходим на эту вкладку. Чтобы легче искать заявление, в предварительном видео мы видели его номер. Вводим его сюда. Нажимаем «Поиск». Вот наше заявление найдено. Нажав на ключик, мы можем посмотреть ИЦП. Значит, здесь мы видим удостоверяющим центром, оно выдано, принадлежит Ростелеком. И это тестовый сертификат СМЭФа. Ну, также есть серийный номер, дата и так далее. Нажимаем «Закрыть», чтобы перейти. Так, форма заявления. Нажимаем «Открыть». Так, не получилось с кодировкой. Смотрим. Адрес. Курская, город Курск. Улица, переулок. Луговой, верхний дом 2. Это то, что мы ранее подавали. Квартира 45. Здесь мы видим документы, которые были приложены к заявлению. Вот свидетельство о рождении ребенка, трудовая книжка, приказ, другие документы. Значит, можно их загрузить и посмотреть. Нажимаем «Открыть». Вот просмотр. Вот такая картинка была приложена в качестве свидетельства о рождении. Чтобы вернуть статус заявления, необходимо нажать вот на эту звездочку. Подсказка всплывает «Принять решение». Значит, сначала нужно выбрать статус. Это один из семи статусов, которые вообще можно присвоить заявлением для ПГУ. Они заданы уже заранее, менять их нельзя. Например, выбираем промежуточные результаты от ведомства. То есть, решение. В это поле можно ввести текст решения, либо вставить уже заранее заготовленное решение, как у меня. Значит, вот я открыл сторонний редактор. Ввел аббревиатуру, и у меня появилось решение, которое я заранее заготовил. Такие типовые ответы должны быть подготовлены, например, по метод рекомендации областного органа соцзащиты. Вот оно появилось у меня. Что здесь написано? По вашей заявке принято положительное предварительное решение. Для оформления выплат субсидий придите в УСЗН. Указан адрес часы приема. Телефон для справок. Нажимаем «Применить». Сейчас происходит отправка заявлений на ПГУ. Все. Отправка завершилась. У нас удачно появился значок и информация. Если навести на него, то показано, какой статус был передан. Можно нажать второй раз. И отправить следующий статус. Ну, например, мы немножко подумали и решили отказать. Аналогично заполняем свое решение, нажимаем «Применить», и он будет отправлен. В следующем видео мы посмотрим, как увидеть статус заявления на портале Госуслуг. Субтитры сделал DimaTorzok